Всем привет! Это видео будет снова в 123 Мерседесе, а точнее прошел, можно сказать, год, без месяца год владения этим автомобилем. Не смотрите на внешний вид, особо немножко ремонт затянулся, так как основную машину я продал и приходится ездить на нем. Работа навалилась, в общем, до ремонта дальнейшего не доходят руки. Вот ездил я на таких дисках 16-х и резина стояла 205 на 55 на 16. По программе смотрел, отлично подходит замен. Вот этих дисков, эти даже чуть больше, ну колеса, точнее, диски колеса, эти даже чуть больше получились по диаметру, чем вот сейчас 205 на 55 на 16-е. От управляемости гораздо лучше стало. И в принципе вес я не думал, что сильно изменился. Проездил я на них, грубо говоря, больше чем полгода. Вот, бампера у меня есть, никак руки не найдут поменять. А эти фары, задние фонари я поменял, как и говорил, то, что сделаю. Ну, в принципе, толком даже ничего не могу сказать, что что-то изменилось. Вот, решил поменять колеса на зиму. У меня летние стояли, и вот сейчас поставлю все сезонки. Так как они у меня были, поэтому решил, чтобы не заморачиваться, поставлю все сезонки. И вот, что хотел показать. Подвеску я оставил новую полностью. И вот не прошло сколько. Ну, месяцев 8 прошло. Вот амортизаторами, что приключилось. Вот этот пыльник отлетел. Хотя я не скажу, что я там горцевал. На нем и не по горцуешь, на дизельном моторе-то. Вот просто по обычным дорогам ездил без напряга. Вот амортизатор вот такой отлетел. Амортизатор, по-моему, какой-то турецкой фирмы я брал из аналогов. Вот, или Japan Parts, вот это Japan Parts. Или, короче, еще, либо какой-то другой турецкий амортизатор. На предыдущем видео, там в коробках лежат, можно увидеть. По тормозным дискам, да, в принципе, я не вижу большого износа. Колодки тоже еще в порядке. Ну, вот эта новая подвеска, которую я у менял. Здесь вот еще в порядке. Здесь уже что-то подрепалось. Резина вот тут можно видеть. Хотя она вообще новая. Уже подрепалась. Вот. Ну, вот так. Что скажу. Вот за год, грубо говоря, ни разу не отказал мне бы. Я не прошу ремонт. Это у меня тупо лопнуло. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, да, машина стоит на домократе одним колесом, и дверь закрывается. Открывается вообще без вопросов. Так. Вот эта вот трубка, видите, у меня не такая, как все остальные ровненькие. Она у меня вот здесь вот лопнула. И пришло дизель прям в капот струей бить. Я как раз ехал в долгой поездке. И чувствую, что дизель обоняет прям сильно. Что такое случилось. Открываю. А у меня тут вот такое происшествие. Конечно, не обрадовало меня это. Делать-то нечего. И как чинить, я даже не знал. Позвонил одному другу. Он говорит, подкручивай. Вот здесь он туда. И ты сливай дизель в бутылку. И на трех целиках дома уехать. Я 150 км до дома так доехал. На трех целиках. И ничего. Доехал. И здесь он ужасный. Я думаю, потому что при меня будут заложены. Я решил поставить железочки. Но думаю, что плохо закрутил. Вот сейчас попробую поменять железочки еще. Заменить на провода. Купил клеммы хорошие. Купил толстый провод. И вот здесь перемычки сделаю на накал свечей. Думаю, что не все свечи работают. Если это не в этом дело, то поменяю свечи. У меня есть также дополнительные свечи. Посмотрю, в чем дело. Думаю, тут в чем-то другом. Ни в чем не может быть. Потому что когда пригреется, работает ровно. И когда в теплую погоду тоже ровно заводится. Без проблем. В принципе, тут все. Тут даже сказать нечего. Фильтр поменял. Вот здесь подошел от какого-то маленького автомобиля. Небрячего вообще. Фара вот здесь треснула. Камень попал. Ну, слава богу, есть вторые запасные. Вот сейчас поставлю колеса. Буду ездить дальше зиму. В принципе, за год владения ничего толком в худшую сторону не поменялось. И это не может не радовать. Еще раз подтверждает надежность данного автомобиля. На этом, друзья, мы будем прощаться. Если что-то опять у меня кардинально будет, я сниму ролик об этом. Но пока снимать нечего. Вот единственное, что я решил на зиму перебуться. Потому что уже за минус температура уходит. Будем дальше ездить. Тестировать надежность легендарного W123. Что хотелось бы сказать еще насчет 16 дисков. Смотрите, ребята, эти диски у нас 6,5G ET38 в 16 размере. Встают на W123 Mercedes с проставками. 10 мм проставка металлическая, обычная. И смотрите, момент. Болты обычные конусники. Ну, под эти диски конусники идут. Да, там не сферы. А спереди встают как завода. Вот. Видите? А сзади пришлось подпилить примерно на полсантиметра. Вот так они по высоте различаются. Потому что сзади где-то колесо входило в стопу и не крутилось. Пришлось подпиливать. Вот с таким подпилом все стало замечательно. И ничего нигде не терло, ничего нигде не мешало. Это так на заметку. Потому что очень много информации по поводу дисков. У нас на W123 Mercedes станут, где станут, при каком диаметре, при каком вылете. Вот. 6,5G ET38 проставка 10 мм. И болты спереди стандартные, сзади подпилены на полсантиметра. Всем пока, друзья.